Реид проходит в рамках известной всем специалистам операции «Курорт». Однако задача стоит куда более стратегическая, практически с нуля, наработать необходимую практику. Дата – 1 июля 2008 года, ровно за месяц до вступления в силу краевого закона под номером 1539. До этого Краснодарский край взял на вооружение Анапскую инициативу о возрождении народных дружин. Вполне логично, что территория стала одной из пилотных в новом проекте региональной власти. Основная идея была проста – те, кому нет 18 лет, после 10 вечера должны находиться под присмотром родителей или других ответственных взрослых. Дмитрий Байдиков – профсоюзный активист и общественник. 10 лет назад работал начальником управления образования администрации города-курорта. Он был в числе тех, кто занимался поисками новых форм работы. Одна из них – так называемые родительские патрули. Вместе с педагогами они обходили традиционные места сбора подростков. Со временем необходимость в них отпала. Такого, в общем-то, сейчас если пройти, мы не увидим откровенного распития того же пива или спиртных напитков. Уже 10 лет прошло. Люди привыкли к порядку, привыкли к тому, что все-таки за этими действиями последует и какое-то наказание на родителей. Родители стали воздействовать на детей. По словам Дмитрия Байдикова, до вступления в силу соответствующего закона воздействовали в основном убеждениям, авторитетам или даже отсылками к международным конвенциям, защищающим права детей. Были, конечно, некоторые, так сказать, как всегда, а почему, а как, а вот мой ребенок. Но, с другой стороны, когда ему разъясняли, объясняли, что все-таки это делается не в ущерб, у нас же как, в течение времени ребенок или объект того преступления, или субъект. 10 лет назад Сергей Михно работал в милиции. Здесь же, в муниципалитете, руководил штабом той самой возрожденной народной дружины. Сегодня он координирует патрули, следящие за исполнением закона 1539. Перед выходом – обязательный инструктаж. С этого года в патрулировании участвует молодежь. По графику выходят казаки городского общества. Мероприятие необязательное, но Андрей Стадник считает участие в нем своим долгом. Стал ходить, потому что считаю своим долгом принимать участие в воспитании будущего поколения, в профилактике, в воспитательных беседах с молодежью, в разъяснении прав, обязанностей, что они могут, чего они не могут, чем им лучше заниматься, чем лучше не заниматься, что будет им благоприятнее всего. Только за минувшую неделю в муниципалитете прошло 13 рейдов. Родителям под роспись вернули 24 несовершеннолетних. Если в 2009 году рейдовые группы выявили почти 1600 детей и подростков без надзора после 10 вечера, то в 2017 в три раза меньше. Примерно в той же пропорции снизилась детская преступность. По мнению тех, кто сегодня реализует один из системообразующих документов, он не про наказание, а про то, как любить и беречь. Ну а если вдруг нужна будет какая-то помощь, органы системы профилактики здесь, рядом, готовы прийти в любую минуту на помощь семье. Эта работа ведется постоянно и системно. Работают органы и службы системы профилактики. Мы постоянно повышаем уровень специалистов, потому что законодательство и нормативно-правовая база постоянно обновляются. Нам нужно идти в ногу со временем и принимать профессиональные взвешенные решения в пользу наших детей. Вместе с тем просто снизить влияние на ребенка так называемых уличных авторитетов – это ровно половина дела. Этот вакуум необходимо заполнить. Помимо творческих кружков, спортивных секций действуют спортивные площадки, проходят соревнования любительских команд по футболу и уличному баскетболу. Социальный блок администрации муниципалитета стремится доказать, что все самые захватывающие приключения ждут юных жителей и гостей курорта до наступления темноты. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.